Центр наполнится новыми гастрономическими красками. Повара планируют удивить даже самых избалованных посетителей. В заведениях уверяют, ароматы будут слышны издалека. Нам хотелось сделать что-то с изюминкой. И поскольку Бобруйск, скажем так, бывшая столица евреев, все-таки нам показалось, что аромат этот должен присутствовать в нашей кухне. Поэтому мы подготовили два фирменных еврейских блюда. Это форшмак и шакшука, яичница с томатами. Здесь подадут и блюда белорусской кухни. Аппетитные драники с грибами, курицей, свининой, традиционные сковородки. Рецепт форшмака очень простой. Селедка, лимон, яблоко, чеснок, сливки, яйцо и еще несколько ингредиентов. Попробуем, чем будут угощать бобручан на день города. Очень вкусно. Сколько заведений, столько и вкусных открытий. В одном из кафе подадут традиционные еврейские блюда. Чонты или жаркое, питу с зеленью, рыбу, свежие овощи, хумус, шакшуку. Не забыли про блюда белорусской кухни. Такие, как холодник, например, или вареники с картофелем. И приготовили, добавили в карту нашего меню напитков. Такой напиток, как сбитень. Это старинный восточнославянский напиток, состоящий из воды, меда и пряности. Новинками в меню порадуют заведения на Социалистической. Тикава, Лакомка, Стрелец, Дымок, Артишок, Шаурма у Аргишти. На Советской у Федора Аякс любимое место. История, что на Московской. Просторные летние площадки и стационарные кафе с нетерпением ждут посетителей. Меню с акцентом на город можно будет попробовать с 29 июня по 3 июля. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.